Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Развитие реального сектора экономики города. Почетные граждане Заречного посетили новые производственные площадки территории опережающего развития. Посмотрев эти два производства, я одно скажу, что вот с такими людьми в Россию никому не победить. В кратчайший период освоить такое производство в таких объемах – это просто не мысль. Жмых, опилки, отработанное машинное масло, овсяное и солодовая мука. В Зареченском музейно-выставочном центре испекли настоящий блокадный хлеб. Первыми его попробовали участники ветеранского проекта «Серебряный луч». Был испечен в строгом соответствии с рецептурой. Мы выдерживали все проценты, и мы даже машинным маслом отработанным смазывали формы. Подумай о детях. Пять нарушений правил дорожного движения выявили госавтоинспекторы в ходе очередного рейда автокресла. Проходит оно с целью выявления водителей, которые пренебрегают правилами перевозки несовершеннолетних, а именно во время движения не используют детские удерживающие устройства или ремни безопасности. И теперь об этих и других новостях подробнее. Почетные граждане Заречного посетили производственные площадки территории опережающего развития. На сегодняшний день в Торзаречный зарегистрировано уже 15 резидентов. Объем вложений в действующее производство составил более 890 миллионов рублей. Создано свыше 250 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций еще около миллиарда рублей и привлечение вдвое большего числа работников. Почетные граждане побывали на трех действующих производственных площадках. Экскурсию по территории опережающего развития провел глава Заречного Олег Климанов. За производственным процессом внимательно наблюдают гости – почетные граждане Заречного. Они находятся на предприятии, которое изготавливает сварочные электроды. Эта компания – резидент территории опережающего развития. Почетные граждане впервые побывали на этой производственной площадке. Понятно, что там уже не один раз мы определение показывали, но посмотреть своими глазами, пощупать своими руками – это всегда более интересно. Поговорить с руководителями, поговорить с теми, кто работает здесь на производстве. В настоящее время на двух площадках территории опережающего развития Заречный работают четыре предприятия. В нашем городе производят запчасти для тепловозов, продукцию из пластика, в частности мусорные контейнеры, сварочные электроды, алюминиевый профиль. Почетным гражданам показали три предприятия, которые находятся на так называемой седьмой площадке. Это предприятие-резидент территории опережающего развития изготавливает алюминиевый профиль. Он используется в мебельном производстве, авиации. Некоторые образцы продукции даже попали в космос. Почетные жители не только внимательно слушают руководителей компании, но и сами могут немало рассказать об этой площадке и ее прошлом. Корпус был заводской, под номером 701. Тут планировалось хорошая продукция, но помешала перестройка. До такой степени жаль. Мы с таким энтуазиазмом строили этот корпус и думали, что навек. Корпус ознаменит тем, что он единственный в Заречном, который имеет фирмы 24 метра длиной. Это небывалые трудности строители устроили. Несколько испытаний было, несколько не выдерживали нагрузок. Но потом, в конце концов, все сделано в лучшем виде. Корпус долгое время пустовал. Благодаря проекту территории опережающего развития, в это здание удалось вдохнуть новую жизнь. Посмотрев эти два производства, я одно скажу, что вот с такими людьми Россию никому не победить. В кратчайший период освоить такое производство в таких объемах – это просто немыслимо. Я понимаю, что стандартное оборудование, которое применяется на других металлургических заводах, или на электродном производстве, но ведь это надо все найти, привезти, купить, смонтировать. Почетные граждане задали предпринимателям множество вопросов. Им очень важно знать, что происходит в Заречном, как он развивается и изменяется. Они все те, кто вложил свои знания, умения для того, чтобы наш город был построен, производство было построено. И для них вот сейчас, когда они все находятся на заслуженном отдыхе, всегда интересно, что происходит в жизни Заречного, что нового. Такие встречи с почетными гражданами проходят регулярно. В следующий раз им откроют новые грани нашего города. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Приближается одна из самых важных дат в истории Великой Отечественной войны. 27 января исполнится ровно 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 872 дня осады, до полутора миллионов погибших, 125 граммов дневной нормы хлеба. Цифры, за которыми боль, страдания, сломанные судьбы, загубленные жизни. И беспримерное мужество ленинградцев. Об известных и все новых открывающихся фактах блокады города на Неве сотрудники Зареченского музейно-выставочного центра рассказали горожанам старшего поколения. Встреча в музее состоялась в рамках проекта «Серебряный луч». Ленинградцы приносят землю с бадайских складов, именно потому что в ней где-то остались несгоревшими соль, сахар, мука, понимаете, вот хоть что-то питательное осталось, да? Сажу отделить очень трудно, мерзлую землю отделить тоже очень трудно. И вот они просто наваливают все, что осталось на этих бадайских складах в мешки, приносят домой, а затем частично начинают завариваться. Заваривают кипяточком, земля осаживается вся вниз, а в самой жидкости оказываются растворенными хоть чуть-чуть сахар, хоть чуть-чуть мука, хоть чуть-чуть там соль. В общем, все, что сгорело вот на этих бадайских складах. В осажденном городе на Неве эту жидкость называли «ленинградский кофе» и пили, чтобы хоть чем-то заглушить голод, чтобы выжить. Нам, современным людям, очень трудно представить даже вот эту ситуацию, что обдирали обои, соскребали этот обойный клей, что разводили его водой и называли это «ленинградским холодцом». Он был жуткого серо-бурмалинового цвета и неприятно дрожал, застывая, но его ели. Каждый год в канун годовщины полного снятия блокады «Ленинграда» сотрудники Зареченского музейно-выставочного центра пекут тот самый хлеб, 125 граммов которого стали символом надежды на жизнь. Рецепт этого хлеба был разработан Ленинградским институтом пищевой промышленности в ноябре 41-го. Мука ржаная обойная 57%, мука овсяная 30%, жмых подсолнечной 10%, солод ржаной нефильтрованной 3%, соль от общего веса 2%. Это официально зафиксированный, принятый рецепт блокадного хлеба. На самом же деле этот официальный рецепт постоянно корректировался в зависимости от того, что можно было достать в осажденном городе. В зимние месяцы 41-го года в хлеб добавляют опилки. В летние месяцы добавляют растительные остатки, кору и траву, которую найдут в Ленинграде. Делали этот блокадный хлеб очень и очень соленым. Почему так? Ну, во-первых, чтобы увеличить вес, вы понимаете, да, добавляли много соли. А потом посмотрите, какая такая вот маленькая хитрость. Когда мы съедим что-то очень соленое, нам потом хочется пить, да, мы пьем, 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 и желудок заполняется водой. А так как желудок заполнился водой, то у нас в мозг поступает сигнал, что сытый, полный. Прошло уже восемь десятков лет, а в летописи блокады постоянно открываются новые страницы. Трагические, трогательные, невероятные. Такие, как история домашнего кота, спасшего целую семью. Каждое утро кот Васька уходил из дома и возвращался вечером. И приносил, вспоминает эта девочка, на порог квартиры клал либо мышку, либо крыску. Если крыска была большая, мама готовила котлетки. А если мышка была маленькая, то мама тогда готовила супчик. Так мы и выжили. Историки до сих пор не подсчитали точную цифру погибших в осажденном городе. Но страшнее любой статистики свидетельства самих ленинградцев. Два ленинградских ребенка во время блокады пишут письмо на фронт своему отцу. И они пишут такие строки. Папка, бей этих фашистов. Мы, значит, тебя любим, мы за тебя переживаем. И в конце такая приписка. Прости нас, пожалуйста, мы съели твои перчатки и твой любимый кожаный ремень. Такие встречи, рассказывающие об одной из самых страшных страниц истории Великой Отечественной, в Зареченском музее проводят с 2018 года. Их постоянные участники – школьники. А в канун 80-летней годовщины полного снятия ленинградской блокады в музей пригласили участников проекта «Серебряный луч». Ни разу не было такого, чтобы сидели абсолютно равнодушные дети. Девчонки плачут. Мальчишки стараются держаться. Но тоже видно, что их эта очень тема затрагивает. Сегодня у нас взрослые, но не менее благодарные очень публика. Это у нас пенсионеры из проекта «Серебряный луч». Наши постоянные гости. Мы очень рады, что они так активно к нам ходят. Светлана Теплухина, Ильдар Абульханов, телерадиокомпания «Заречный». Три зареченские пары бесплатно отметят годовщину свадьбы на ВДНХ. Как поясняет портал «Город-З», зареченцы стали участниками романтического проекта госкорпорации «Росатом». В павильоне «Атом» на ВДНХ 27 января состоится грандиозное мероприятие, на котором будут участвовать супругов, проживших вместе 25 или 50 лет и работавших на предприятиях отрасли. Зареченцы Алексей и Наталья Сегаевы в Москве отметят золотую свадьбу Алексея Надежды Гнусаревы, а также Павел и Ольга Жариковы – серебряную. Организаторы оплатят им дорогу до столицы и проживание в гостинице. На праздники горожан будет ждать насыщенная культурная программа и романтический ужин в ресторане. Запечатлеть незабываемый день поможет приглашенный фотограф. Всего на ВДНХ в этот день золотую свадьбу отметит 21 пара из городов в присутствии госкорпорации и 34 пары – серебряную. Мероприятие приурочено к году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным. Школьники Заречного вышли на дороги города вместе с госавтоинспекторами. Местное отделение ГИБДД провело очередную акцию, направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних – одно из наиболее часто фиксируемых нарушений в городе, и их число постоянно растет. Так, если в 2022 году было составлено 233 протокола за неиспользование детских удерживающих устройств, то в 2023-м уже 249. В очередном совместном рейде ГИБДД и школьников поучаствовала и наша съемочная группа. Этот водитель не нарушил никаких правил. Сотрудник госавтоинспекции остановил Зареченца для проведения профилактической беседы, напомнить правила безопасной перевозки детей. Такую работу инспекторы проводят по всему городу в рамках акции «Детское кресло». Проходит оно с целью выявления водителей, которые пренебрегают правилами перевозки несовершеннолетних, а именно во время движения не используют детские удерживающие устройства или ремни безопасности. На данном профилактическом мероприятии сотрудники ГИБДД также проводят еще разъяснительную работу с водителями. В этой работе вместе с сотрудниками ГИБДД участвуют и дети, учащиеся 221-й школы. Они всегда рады помочь инспекторам в профилактических рейдах. Еще раз. Еще? Еще. А я еще раз пойду. Почему мы с собой привлекаем еще несовершеннолетних? Потому что они, во-первых, сами являются пассажирами транспортных средств. Достаточно часто они в городе с родителями передвигаются на легковых транспортных средствах, но не всегда и взрослые, и дети соблюдают эти правила. Во-первых, мы напоминаем во время акции самим детям, что нужно использовать ремни безопасности. И напоминаем водителям, и дети еще потом рассказывают своим родителям, где они приняли участие и что они запомнили. Запомнить правила безопасной перевозки детей несложно. До 7 лет обязательно использовать детское автокресло на заднем сидении, на переднем до 12 лет. Для более старших детей уже разрешается использовать обычный штатный ремень безопасности. За несоблюдение этих рекомендаций предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Во время проведения профилактической акции детское кресло в Заречном сотрудники ГИБДД составили 5 протоколов за нарушение правил перевозки несовершеннолетних. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». О юридических тонкостях оформления договоров граждан с организациями и предоставлении персональных данных. Сегодня речь пойдет в очередном выпуске авторской программы Натальи Елистратовой «Ваше право». Есть пункт, который затрагивает наши персональные данные. Ни много ни мало они требуют, чтобы мы им предоставили право использовать наши персональные данные в любых целях. Мне дали, прямо скажем, очень невнятные ответы. Вы можете делать так, можете делать так, но в соответствии с требованиями закона должно быть четко и определенно сказано. Можно ли отказаться от заключения такого договора и что гражданин вправе сделать, чтобы обезопасить свои персональные данные? Ответ в программе «Ваше право» сегодня сразу после выпуска новостей. 25 января свой профессиональный праздник отмечают российские студенты. Официально утвержден он был указом президента в 2005 году, а в 2007 был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России. Но свою историю и традиции праздник ведет еще с XVIII века. Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, текст которого был составлен Иваном Шуваловым, фаворитом императрицы и другом Ломоносова. Сначала этот праздник отмечался только в Москве, но весьма торжественно и пышно. По описаниям современников, ежегодное празднование Татьяниного дня было настоящим событием. Оно состояло из двух частей – непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. Затем последовал указ Николая I, в котором он распорядился праздновать дату подписания акта об учреждении Московского университета как официальный праздник – День студентов. К тому же с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно, даже во времена существования СССР. О дне студенчества и перспективах развития единственного городского вуза мы сегодня поговорим с директором Зареченского технологического института Марией Кудашевой. Не пропустите актуальное интервью в финале информационного выпуска, а пока к другим новостям. Зареченские пенсионеры, участники проекта «Серебряный луч», вернулись в детство. Путешествия во времени им помогли совершить педагоги городского центра детского технического творчества или станции юных техников, как назывался ЦДТТ «Детские годы ветеранов». Они побывали в мире современного технического творчества, сравнили оснащение центра с тем, какое они помнят по своим занятиям в СЮТе, и побывали на мастер-классах. С подробностями Алексей Лазаренко. «Лежа в лодке, плывущий по реке» – так писал свои картины английский художник Уильям Тернер. О предшественнике французских импрессионистов, преподаватель изобразительного искусства, рассказывает своим новым ученикам. Но в этот раз в классе не дети, а пожилые горожане. Они пришли в Центр детского технического творчества на экскурсию, организованную в рамках проекта «Серебряный луч». Центр распахнул свои двери для наших гостей. Сегодня у нас был в программе мастер-класс по изобразительному искусству под педагогом нашего Центра Носом Евгений Ильичем. Также сегодня запланированы экскурсии с гостями по Центру. Это будет… Я расскажу про все работы, которые мы делаем, и то, к чему мы стремимся. Во время мастер-класса по изобразительному искусству гости Центра как будто вернулись в свои школьные годы, сели за парты и взяли в руки кисти. Очень интересно, честное слово. Вот 80 лет, а я рисую все. Участникам проекта «Серебряный луч» предложили нарисовать натюрморт или пейзаж с изображением Заречного. Я знакомил своих гостей с акварельной живописью. Легкий пейзаж мы сегодня рисовали красками, вот, акварельными красками. Ну, народу очень понравилось, я смотрю. Раз даже работать захотели взять домой, это большой показатель. Я не только рисовал, я за ними наблюдал, следил. Вот, учились цвета смешивать. Это большое дело. Для одних участников мастер-класса нарисовать пейзаж оказалось посильной задачей, для других – трудной. Но, возможно, для кого-то это занятие помогло найти новое увлечение. Я не специалист по рисованию, поэтому у меня получилась мазня. Но я получила очень большое удовольствие от этого. Ну, просто нет навыка такого, потому что у меня с детства по рисованию я страдала. У меня я технар, математика, там, вот это все, это физика, да. Вот, с этим я страдала. Ну, а здесь я получила удовольствие, как все. Вы сами хотели бы еще попробовать рисовать? Да, конечно, спасибо большое, да. Спасибо за приглашение. После мастер-класса по изобразительному искусству участники проекта «Серебряный луч» погрузились в мир технического творчества. Пожилым зареченцам рассказали об истории учреждения и о том, чем живет коллектив педагогов и учеников сегодня. Гости посетили объединение центра – секцию робототехники и авиамоделирования «Оригами». В конце экскурсии для участников проекта «Серебряный луч» провели беседу «Безопасный интернет», во время которой объяснили, как не попасться на уловки мошенников. Алексей Лузаренко, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Татьянин день. Чем живут студенты Зареченского технологического института и каковы перспективы развития единственного городского вуза? Об этом сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Бедро куриное 169.90, картофель 11.90. Только с 25 по 31 января. Мега выгода в Скидкино. Бука, пойдем поиграем. Знаешь, как интересно. Не хочу, не буду. Бе-бе-бе. Мишка, Бука не хочет идти играть. Надо позвать, дядюшку поиграй. Дядюшка поиграй, вместе с нами поиграй. Здравствуйте, ребятишки. Только не называйте меня больше Букой. Я буду прыг-скок. Отруб свиной 209 рублей. Мандарины 79.90. Мега выгода в Скидкино. Ты целеустремленный, креативный и обладаешь творческим потенциалом. Это твой шанс. Телерадиокомпания «Заречный» ищет корреспондента. Стань частью динамично развивающейся команды, чтобы освещать все яркие и значимые события города. Звони. 61-19-35. Зима без тепла. Замерзаем! Росатом подключился к решению проблем ЖКХ в атомных городах. Как это происходит? Смотрите в среду в 20.00. Новости за речном в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях директор Зареченского технологического института Мария Кудашева. Добрый вечер. Здравствуйте. Мария Семеновна, первый раз вы встречаете Татьянин день. День студента в качестве директора Зареченского технологического института. До этого вы, наверное, встречали... Вот день студента для вас. Это что? Это профессиональный праздник? Или у вас профессиональный праздник день учителя? День... То есть вот что это для вас? Для меня это очень теплый день, который навевает воспоминания о моих студенческих годах. И скорее это праздник той среды, в которой я нахожусь. То есть вы для себя его считаете профессиональным? Или вот он остался там, когда вы в вузе... Нет, я не считаю его для себя профессиональным, но мне очень он нравится, этот день. Вот скажите, пожалуйста, в этом году день студента сколько встречают ваших подопечных? У нас около 430 студентов очной формы обучения. И вот они, те студенты, кто не находится сейчас на практике, они будут этот день встречать в рамках наших мероприятий. Мария Семеновна, скажите, пожалуйста, вот в этом году каково количество первокурсников? Оно как-то увеличивается, меняется с течением времени? Последние два года у нас количество первокурсников примерно одинаковое. То есть это по 125 бюджетных мест и еще некоторое число студентов, которые обучаются на платной форме обучения. Но в будущем году, в следующей приемной кампании, мы планируем это число увеличивать за счет увеличения числа бюджетных мест, которые планируются к софинансированию со стороны Пензенской области. И это будет совершенно новый опыт, и мы готовимся к нему сейчас, проводя профориенционные мероприятия. А на сколько тогда можно будет рассчитывать? Или пока в цифрах говорить рано? Сколько у вас будет студентов, сколько к вам в следующем году смогут прийти новых? Пока у нас есть только примерные числа. Если раньше это было 125, то сейчас это будет около 170. То есть значительное увеличение. Это увеличение будет на двух специальностях. На технологии машиностроения и на разработке электронных устройств и систем. Как раз эти специальности, они основные специальности, которыми интересуются градообразующие предприятия. То есть мы планируем, что эти студенты по целевому договору пойдут потом работать на старт. То есть вновь получается, что после определенного времени Зареченский технологический институт становится основной кузницей кадров для градообразующего предприятия Заречного. Так же, как это было, когда создавался техникум. Он специально для завода и создавался, чтобы готовить там будущих заводчан. И сейчас эта практика возвращается к тому, что вы рассчитываете на то, что основная часть ваших студентов будет работать у нас на заводе. Да, и мы создаем для этого все условия. Начиная со второго курса студенты проходят практику на старте. И эта практика дает им возможность получить профессию, ознакомиться с рабочими своими функциями будущими. И, соответственно, после выпуска сразу пойти работать. Не будет периода перехода, когда они должны быть учениками и должны получать навыки, нарабатывать навыки. Поэтому я думаю, что да, теперь мы будем обязательно кузницей кадров для старта. Вы знаете, мне буквально накануне в новостях у нас был сюжет по поводу того, что студенты Зареченского технологического института, проходя практику, они еще и зарплату получают. Да, это верно. Вот у нас в этом году первый такой опыт. Заключается ученический договор, по которому они получают оплату. И она, я хочу сказать, вам достойная. Ну да, вчера прозвучала сумма в 30 тысяч рублей. Это студент, проходящий практику. Да. При этом он параллельно на этой практике продолжает получать свои профессиональные компетенции. Это как бы и учеба, и работа. Очень замечательное предложение. Вот скажите, пожалуйста, как вы планируете дальше сотрудничать с вузами, с главным вузом, может быть, с другими вузами Пензенской области и с заводом? Или даже, может быть, со школой. То есть, вот как вы планируете развивать дальше деятельность Зареченского технологического института? Готовить со школьной скамьи студентов себе? Мы планируем, что, начиная вот с февраля, у нас будут проходить профориенционные занятия для школьников города Заречного. Мы все школы, классы с 8 по 11 приглашаем к себе. В рамках этих профориенционных занятий студенты смогут определиться, подходят ли им наши специальности и на какую специальность они хотели бы пойти, им было бы интересно. Соответственно, мы будем привлекать их к своим спортивным мероприятиям, совместные с студентами. Главное вуз, то есть ПенсГТУ, нам, конечно же, в этом во всем помогает. Мы привлекаем студ-актив главного вуза к нашей деятельности. И я думаю, что все это вольется в ту политику, которую проводит старт, привлекая школьников на свои олимпиады, конкурсы. То есть это единый комплекс того, что школьник в школе уже определяется, кем он хочет стать, переходит к нам на обучение, и дальше у него несколько траекторий. Он идет в вуз и работает на старте параллельно, либо он сначала учится в вузе в ПенсГТУ, а потом идет на старт работать. Зависит от того, что он выберет, насколько быстро он хочет приступить к профессиональной деятельности непосредственно. Да, поэтому у нас вот такая траектория выстроена в нашей работе. Вот смотрите, вы говорили о том, что расширение, увеличение количества приема на бюджет за счет двух специальностей. И это вот почему был сделан именно такой выбор? Почему именно машиностроение и, ну там, с электроникой связано, да, радиоаппаратстроение? Это связано с тем, что у старта есть кадровые потребности именно в этих выпускниках этих специальностей. Я бы сказал, не только у старта. Вот судя по тому, что инженеров у нас вообще в принципе, ну, я не знаю, катастрофическая нехватка по всей стране, то... Мы поэтому, мы выбирали эти специальности конкретно под старт в данном случае, и мы планируем свое участие в федеральном проекте профессионалитет, ждем объявления конкурса. И поэтому для региона эти специальности, они востребованы. Поэтому выбрали их. Финансирование направлений по компьютерным IT-технологиям, оно и так достаточно обширное сейчас. Их хочется поддержать технические специальности, чтобы мы могли выпускать техников для предприятий промышленности нашей области. Ну, и в данном случае конкретно Заречину. Мария Семеновна, вот немножечко так в сторону отойдем от обучения. У вас ведь Заречинский технологический институт и вообще студенческая жизнь в принципе, это не только учеба. Ну, как, да, от сессии до сессии живут студенты весело. Так вот, как весело у вас живут студенты? Я имею в виду профсоюзная какая-то работа, студоактив, ну, та вот самая, ну, как в школе, внеурочная деятельность, да? О, она у нас очень обширная, и самый идеальный момент, когда студент в состоянии совмещать ее с обучением, и это эффективно во всех направлениях. У нас много направлений, в которых студенты могут себя проявить. Это и научные направления, то есть можно участвовать в олимпиадах, конкурсах. Это культурно-массовое направление, когда студент может петь, танцевать, стихи рассказывать, совмещать все это вместе, и потом показать, продемонстрировать свое мастерство во время студенческой весны, во время ОТК для первокурсников. Также есть направление социальное и правовое, это отряд ТИГР, то есть когда студент хочет участвовать в правоохранительной деятельности. Отряд содействия полиции. Да, ему это направление очень интересно. Можно также участвовать в социальных проектах, у нас есть волонтеры. Выбор для студента предоставляется очень широкий. Он может участвовать одновременно во всем, если его ресурсов на это хватает. И еще кружок по фото. Мария Семеновна, и вернемся к дню студента. А вы помните свой первый день студента? Да, я помню свой первый день студента. И каким он был? Он был очень радостным, веселым, теплым, но был очень давно. Что бы вы хотели пожелать студентам в этот день? Все-таки, хорошо, вы сказали, что вы не считаете этот день своим профессиональным праздником, но все-таки праздником для всей вот этой вот общественности студенческой, скажем так, да? Так вот, кому, как ни вам, поздравить студентов с этим праздником? Дорогие студенты, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Студенческие годы – это время яркое, восхитительное. В это время вы ищете новых друзей, определяете свое профессиональное будущее, развиваетесь в различных направлениях. И хочется вам пожелать – дерзайте, не бойтесь трудностей. Перед вами тогда откроются все двери, и мир, он очень большой, обширный, и вы можете себя найти в различных видах деятельности. С праздником! Ну что ж, спасибо вам за то, что вы пришли сегодня в этот день, в Татьянин день, День студента, к нам в студию. Ну и хотелось бы выразить уверенность, даже не надежду, а уверенность в том, что вот все те планы, которые вы сегодня озвучили, они будут еще развиваться, будут еще новые планы, так вот, чтобы все они сбылись. Спасибо вам! Спасибо! И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до встречи на канале «Заречный». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!